Я, наверное, как бы начну, поэтому, кто уже подключился, рад, рад, рад всех вас видеть с разных стран, с разных городов. Спасибо, что вы пишете. Очень приятно. Всем шалом. Я хочу зачитать один текст, прежде чем я оттолкнусь и буду, как бы, мысль сегодня говорить, которую Бог вложил в мое сердце. Название сегодня очень интересное этой программы. Называется «Застрявшая в пути». Вот, естественно, что я-то все преломлю сейчас и дам больше, как бы, разумения вот этой тематики или этой беседе, этой мысли, которую я хочу сегодня нанести. Вот. Но я хочу затронуть один текст, который не дает мне покоя. И вот я хочу его прочитать сейчас, и мы помолимся вместе, чтобы Бог нам помог уразуметь. Это Колоссянам, 3 глава, вот первая стихи. Вообще, книга Колоссянам, кто-то говорит, Колоссянам, Колоссянам, уникальная книга. Вот, Ефесиным, Колоссянам, это послание, которое они захватили мою жизнь, захватили мое внимание. Я в них ворюсь, я в этом пребываю, и настолько много всего Бог открывает через эти тексты. Вот. Но все не охватишь. Я просто хочу зачитать несколько стихов, они меня тревожат, они заставляют меня мыслить. И я хочу, чтобы оно заставило всех нас размышлять. Павел говорит, итак, если вы воскресли со Христом, речь уже идет о людях, уверовавших. Сегодня больше будет послание направлено к людям, которые уже встретились со Христом, уже покаялись, уже ходят какое-то время в церковь, называются уже себя христианами. Вот. И Павел говорит, итак, если вы воскресли со Христом, это уже произошло в вашей жизни, то после этого ищите горнего. Интересно. Иисус сказал, ищите прежде Царства Божьего. И Павел говорит, если вы уже воскресли, уверовали, покаялись, воскресли с Ним, вы уже начинаете жить по другую сторону креста, то начинайте искать горнего, то есть небесного. Внимание должно теперь наше направлено быть туда. Это должно теперь нас захватить. Это важная мысль, потому что я ее сейчас буду разлаживать. Кто-то в комментариях пишет мне и говорит, ты сильно растягиваешь. Послушайте, я не хочу никого заставить быть в этих программах. Но эта программа отличается от просто лекций. Я не преследую просто выложить информацию. Я преследую мыслить вместе со мной. И когда мне кто-то говорит, ты растягиваешь, я не растягиваю. Я умышленно это все разворачиваю. Умышленно это делаю. Я могу пробежаться сейчас быстро по всем текстам Писания и быстро донести мысль, Главную мысль, она одна у меня сегодня. Вот эта мысль, она одна. Вот я ее выложу здесь, я ее просто преломлю. Но я не повторяюсь. Я это разжевываю. Потому что не хотелось бы, чтобы голова была набита информацией, включая духовной информацией. А жизнь не изменилась. Не изменилось ничего. На языке много информации. А мы не научились жить. Жить в Боге. Павел говорит, ищите горнего. А когда ты начинаешь искать что-то, это твое внимание там. Я хочу засекать время, чтобы я понимал, сколько у меня есть времени. Ищите небесного. Ищите небесного. Почему так важно это делать? И с чем это связано? Потому что мы можем быть захвачены не высшим, не небесным. А вот именно земным. И ты вроде бы уже покаялся, принял Иисуса Христа. Но жизнь твоя не изменилась. Она как была плотской, так и осталась плотской. Как ты захвачен земным, так и захвачен земным. И твое все внимание там. Потому что там и страхи, и неуверенность, и все остальное. В общем, не важно. Смотрите. Ищите горнего. Это призыв. К людям, которые воскресли уже с Иисусом. Где Христос сидит одесную Бога. Это позиция. Вау. Ищите. Потому что мы увидим дальше, что в этой позиции мы посажены. Все. И теперь наша жизнь, новая жизнь, родившись свыше. Представляете? Вот задумайтесь. Потому что моя речь пойдет сегодня о том, чтобы мы могли выкарабкаться из поверхности христианства. Следите концепцию. Он говорит, ищите небесного. Что это такое? Это позиция, в которой находится Христос, потому что мы в нее посажены. Мы должны понимать эту позицию, которую мы имеем. И в этом есть рождение свыше. Потому что когда ты родился свыше, теперь ты начинаешь расти сверху вниз. Когда ты родился физически, ты начинаешь вырастать снизу вверх. И твоя жизнь, она снизу вверх. Но когда ты родился свыше, тогда ты начинаешь жить, учиться жить с неба на землю. И я это объясню. Потерпите. Поэтому он говорит. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь теперь ваша сокрыта со Христом в Боге. И вот это заставляет меня мыслить. Как это? Как это? Как это? Как это? Потому что тогда у нас будет другой взгляд в будущее. Это отдельная тема. Но познание, оно просвещает нас. А просвещение меняет наш образ жизни. И здесь 4 стих написано. Когда же явится Христос, а это уже второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. А это уже мы разберем позже. Почему я это сразу как бы хочу заложить в основу? Прежде чем мы сейчас помолимся и мы кропотливо пойдем в путешествие разбирать это все. Потому что с этим связано, связано определение, мое определение жизни. Как будет все развиваться дальше в моей жизни. Поэтому я суммирую быстро. Итак, если вы воскресли за Христом, все, вы покаялись. Теперь ваше внимание, вы должны искать горнего, а что-то за горнее, что-то за высшее, то есть небесное. В английском там написано небесное. Это позиция. Это позиция, где Христос сидит. Это завершенная работа. Мы должны этого преследовать. Потому что теперь мы родились свыше. И теперь мы должны учиться жить. Жить сверху вниз. И это уже интересно. Потому что немногие этим захвачены. Чтобы это уразуметь и пойти дальше, нам необходимо глубоко наклонить свое сердце. Это и есть причина, почему Бог побудил меня каждую среду выходить вот в таком формате. В простом, живом, открытом, для некоторых растянутым. Неважно. Важно будет, есть ли плод этого. Если есть плод, значит мы куда-то добрались. Я молюсь сейчас вместе с вами, чтобы Бог помог нам. Потому что мы с вами отталкиваемся только от того, что все, что я буду учить в этих программах, в этих эфирах, оно будет носить концепцию с неба на землю. Оно будет влиять на изменения нашего разума. Оно будет влиять, расширять нас изнутри, трансформировать для того, чтобы церковь на самом деле усилилась. И она была в славе Божьей. А это мы. Поэтому, несколько секунд, помолитесь за себя. Помолитесь сейчас. Скажите, Бог, дай мне уразуметь это. Отец, во имя Иисуса Христа, я молюсь сейчас за моих братьев и сестер. Я молюсь сейчас абсолютно за каждого, кто включился в эфир. Прежде всего, я прошу Тебя, Бог, чтобы ничто сейчас не отвлекло внимание каждого, кто включается, каждый, кто включился. Чтобы каждый из нас, он отделил этот отрезок времени ради одного, ради познания. Чтобы мы могли уразуметь, расширь наше мышление. Поведи нас дальше, Дух Святой. Наставь нас на всякую истину. Пусть Твое Слово, оно будет животворенным через этот эфир. Пусть помазание, оно действует. Пусть жизнь Твоя течет. Через все тексты, которые Ты вложил в мое сердце сегодня озвучить. Помашь мои уста, захвати меня с собой, Дух Святой, и соверши работу, которую только Ты можешь сделать. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин, амин, амин. Сосредоточьтесь, сядьте поудобнее. Еще раз прошу, поделитесь эфиром, обязательно. Я хочу начать. Мы пройдем несколько текстов Писания, очень интересных, важных, нужных. И будем доверяться Духу Святому, чтобы Он нас куда-то привел. Привел к уразумению. Марка 4 глава. Я начну с этих стихов. Мне нужно будет озвучить их много сегодня. Ну, значительно много. Марка 4, 24. Интересно, Иисус сказал, «Замечайте», значит, это важно. «Замечайте, что слышите». Замечайте, будьте внимательны, будьте внимательны, что вы позволяете себе в уши входить. «Если вера от слышания, друзья мои, то мы должны быть очень внимательны, что мы позволяем слышать нашим ушам. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, потому все, что вне концепции Слова Божьего, оно не носит веру Божью. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы нашу веру не сформировали традиции, предания и дали тому подобное, различные ветра учения. Нам необходимо, чтобы у нас была вера Божья, поэтому нам нужно быть внимательными. Разумеете, замечайте, обращайте на это внимание, что слышите. Слышите, слышите. И вот теперь в сфере слышания Иисус говорит, «Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, того отнимется то, что имеет». Очень важно, потому что много раз мы не слушаем, чтобы услышать, мы больше слушаем, чтобы анализировать. Но вот эту меру отмеряешь ты, и мы должны на это глубоко обращать внимание. Потому что если я не отмерил внутри себя вместимость, что я на самом деле хочу расти, я на самом деле хочу развиваться, я на самом деле хочу, чтобы Дух Святой направлял меня, и я открыт, Бог, я не хочу сейчас пытаться анализировать. И слушая, не услышать главного. Я услышал Андрея, я услышал его речь, динамику, его крик. Кто-то говорит, он повторяется. Вот это все услышал, но так и не услышал главного. А вот это отмеряешь ты и я, вот эту меру. Если ты ее расширишь, Бог говорит, и тебе отмерено будет. И поверьте, друзья мои, Бог не будет давать тебе больше, чем мера, сколько ты хочешь от него услышать. Он не даст тебе больше. Потому что люди часто хотят как бы большего, но они не создали вместимость внутри себя, они не захотели расширить рамки эти внутри себя. И это важно, потому что с этим есть вещи, которые связаны, которые помогают нам. Я их буду озвучивать сегодня. Но вся тема моя в том, чтобы мы могли вылезть из ямы, где многие застряли. И в яме вот этой, о которой я сейчас объясню, есть вот эти рамки. Есть только вместимость. И мы не пошли дальше. И я молюсь, чтобы через эти программы, каждую среду, Бог расширил нашу вместимость и мог нас повести дальше. И мы могли уразуметь намного глубже. И дальше Иисус сказал, и сказал, Царство Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит, растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Здесь очень много, я не хочу все озвучивать, потому что здесь связано с почвой. И я просто хочу сказать, друзья мои, что Царство Божие, которым учил Иисус, это так важно, потому что, сейчас вы услышите, почему это важно в этом эфире, но оно как закваска. Главное сейчас нам быть способны слышать от Него. Как оно уже у нас внутри работает, мы не можем дать этому объяснение, потому что это уже работа Духа Святого, который начинает заквашивать нас изнутри, и оно начинает прорастать. И чем сильнее ты наклонил себя, чем сильнее ты жаждешь большего, чем сильнее ты хочешь расти, просто начинай, как, знаете, есть мочалка, впитывать в себя. Потому что я не прошу, чтобы вы впитывали мое мнение, я прошу, чтобы вы со мной впитывали тексты, которые должны, которые Дух Святой нам поможет увидеть и уразуметь. Впитывайте это, чтобы Дух Святой начал изнутри работу, и оно могло прорасти внутри нас и впоследствии через нас. В Матфея, в 13 главе, в 19 стихе, Иисус же, уча о Царстве Божьем, сказал, «Ко всякому слушающему слово о Царстве и неразумеющему, приходит лукавый, похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге». При дороге. Все, он там застрял, он не пошел дальше, вот, потому что если ты уразумел, то тогда ты просвещен, Бог способен направить тебя. Если ты не уразумел, оно осталось при дороге, и ты застрял там. Знаете, для меня самое страшное, это когда, потому что здесь, в этой концепции, я много учу об этих вещах, на Ютьюбе очень много проповедей. Для меня самое, как бы, страшное, наверное, это грубое слово, неправильно, ну, не знаю, как по-другому, наверное, правильно-то выразить. Вы уже простите меня. Что настораживает меня, то, что Иисус говорит здесь о себе, Он есть Сын Чеческий, Который сеет семя. Для меня самое страшное, это когда сам Бог говорит, а мы Его не понимаем. И то, что Бог говорит, а мы этого не понимаем. А еще страшнее, когда мы не захотели это даже понять. Не захотели этого понять. Сколько раз я слышал в мой адрес, зачем так глубоко копать, зачем это, зачем так все усложнять. Я ничего не усложняю, я ничего глубоко, я никого не хочу запутать. Я хочу сказать вам, дорогие мои, что нам нужно расти. И я сегодня эти программы делаю для людей верующих прежде всего. Я хочу, чтобы многие лидеры, служители, люди, жаждущие, могли расти и развиваться дальше. И нам необходимо уразуметь. И нам необходимо быть захваченными языком с неба на землю. Поэтому Иисус, когда начал говорить сверху вниз о Царстве Божьем, Его не могли понять. Его не могли уразуметь. Он начинал преломливать притчами. И там в этой же главе написано, что вот именно в этих притчах есть те тайны Царства Божьего, которые Он преломил. Сокровенные от начала мира. Как же опасно, когда говорит с тобою Дух Святой, а мы Его не понимаем. Как опасно, когда сам Бог озвучивает вещи, а мы их не понимаем, не разумеем, не захотели расширить внутри себя способность слышать. Все, приходит лукавый, это его почва. Все, что ему надо, это чтобы, когда начинаешь учить, и ты чувствуешь как бы тяжело, сложно как-то мозгам, и ты думаешь, да, ну как бы не хочу я там напрягаться сильно. Это все, что ему надо. Ему нужно, чтобы ты не наклонил свое сердце впитывать, расти, развиваться. Все, ты застрял, ты остался при дороге, ты не пошел никуда дальше. Твоя духовная жизнь больше не развивается дальше. Тебя раздражает даже, когда кто-то начинает тебя вытягивать, чтобы расти духовно. Я посвятил всю свою жизнь именно, чтобы расти в самом Боге, развиваться в самом Боге. Я умышленно начинаю эти программы и захожу вот так издалека, потому что я хочу, чтобы вокруг этого образовались люди, которые хотят расти. И мне будет намного легче преломить многие сферы в познании, чтобы они не были узкими, но они носили главную концепцию, концепцию Царства Божьего, или жизни сверху вниз. Сверху вниз. Поэтому, я не знаю, как вам, но для меня самое опасное, это когда Бог с тобой говорит, а ты не разумеешь. И даже не захотел уразуметь. Вот почему Иисус, помните, в блаженствах сказал, в пятой главе, по-моему, Матфея, Он говорит, блаженны нищие духом. Это люди, которые постоянно хотят большего в духе. И Он говорит, ибо их есть Царство Небесное. Они упрутся. Они упрутся. Они пойдут дальше. Всех традиций, всех конфессий, всех динаминаций. Они это все пройдут. Они пойдут дальше, потому что они хотят Божьего. И ты упрешься в уста самого Иисуса. И все то, что Он преломил. Вот, поэтому важно, я хотел бы, чтобы вокруг этих программ именно образовалась такая категория людей, которых интересует, которые ищут горнего, которые ищут небесного. Позиции в Иисусе, которые хотят учиться жить сверху вниз. Когда ты рождаешься свыше, ты родился свыше, а значит, ты растешь теперь с той позиции в самом Боге. Хорошо. Интересно, я открою Деяние 18 главу. Я хочу более практически пойти. Деяние 18 глава, 24 стих. Здесь описан интересный текст. Написано. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый». Красноречивый – это человек, одаренный говорить. Это, знаете, в английском, в Америке здесь говорят «селсмен». Он способен, он продаст, он договорится. То есть у него красноречие, то есть ярко выраженная речь. Способность говорить. Это сильнейший, сильное искусство. Сильная способность, особенно когда ты публичная личность. Красноречие имеет огромную силу. Это хорошо и опасно одновременно. Потому что когда человек красноречивый, он может так тебя загрузить, что даже ты в ложь поверишь, как вроде бы это правда. Поэтому смотрите внимательно. Этот человек был красноречивый. Следующее. Он не просто умел хорошо говорить. Он был сведущий в Писаниях. То есть он знал тексты Писания. Он знаком был. Со священными Писаниями. Это уже дает силу этому красноречию. Убеждать людей в текстах. Этот человек пришел в Эфес. Но что интересно, это уже со стороны описано. Он то еще не понимал, сам Аполлос. Он это еще не осознавал. Он чувствует силу в слове. Он чувствует, что он способный. И он пришел в Эфес. Но есть одно. Что он был наставлен. А наставлен, это значит, кто-то наставил его. Кто-то сыграл определенную роль в его жизни. И он наставил его. Но наставил его только в начатках пути. Есть путь, Господень. И это вся моя мысль, которую я сегодня вот веду. Путь, Господень. Он был только в начатках пути. И он там застрял. Он там застрял. Я уже не открываю, друзья мои, 15-ю главу Матфея. У меня внутри это, знаете, грубо говоря, чешется. Столько текстов сразу. Вот как бы я чувствую их. Я прямо ощущаю, насколько они все взаимосвязаны. Насколько это важно понимать. Когда даже сам Иисус, он говорил о людях, которые приближаются. И ждут его устами своими. Они уча, учениями, заповедям человеческим. Они в позиции, то есть спикеров, учителей. Они учат. Но сердце их далеко. Сердце не привязано. И Иисус потом, он говорит своим ученикам, которые сказали о том, что эти фарисеи соблазнились о нем. И он там говорит, все, что не отцом насажено, будет искоренено. А это образ мышления. И он такую мысль говорит, что оставьте их. Потому что когда слепой ведет, 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 ведет. Это связано с путем. Это связано с жизнью. Куда мы? Куда мы движемся? Куда мы растем? Куда мы идем? Когда слепой, слепой ведет. Как он может вести? Когда он начинает вести, но он сам непросвещенный. Он ведет. Когда слепой ведет слепого, оба падают в яму. Что пытался Иисус донести? Что такое упал в яму? Ты застрял. Все, ты застрял. Ты не пошел дальше. Ты застрял. И теперь вот это твои барьеры, вот эти твои твердыни. Ты варишься вот в этом. Но чтобы пойти дальше, нужно быть просвещенным. А чтобы быть просвещенным, нужно открыть себя для этого. И позволить Богу повести тебя дальше. Но как это практически выглядит? Это всегда будет связано, увидите, с Духом Святым и с дарами Бога, поставленным здесь, в пятигранном служении. Есть работа Духа Святого и есть дары Иисуса для того, чтобы можно было в физическом мире этим оперировать и направлять. Потому что я не хочу быть в яме, я хочу идти дальше. Я не хочу застрять при пути, при дороге. И вот здесь, когда он говорит об Аполлосе, который красноречивый, сведущий в Писаниях, знает тексты, но он наставлен только в начатках пути. Есть что-то дальше, куда, я верю, Бог поведет нас. Он был наставлен в начатках пути Господня. Но есть сильное качество, за которое, я верю, цепляется Дух Святой. Как бы это странно ни звучало для многих. Он горел Духом. Это важный, важный аспект. Он горел Духом. Он горел Духом. Он горел Духом. Потому говорил и учил о Господе правильно. Все это правильно. Но это только часть общей картины. Только часть. И что я заметил. И почему Бог меня толкает в этих программах кропотливо, не спеша разбирать все это. Потому что есть многие вещи, которые сегодня мы слышим. Слышим. Все это правильно. Но это только начатки. Это не глубина. Это не зрелость. Может быть, зрелость в самом Боге. Может быть, зрелость в служении. Но я сейчас не разговариваю с нами в сфере служения. Я сегодня разговариваю в сфере познания. И все это правильно. Все звучит правильно. Правильные тексты. Но все это поверхностно. Все это начало. Только начатки. Только начатки. Аполлос. Все это правильно. Но ты стал сейчас в позицию. Я это интерпретирую. Я хочу, чтобы вы сейчас слышали внутренний язык, которым я разговариваю сейчас. Аполлос. Аполлос. Ты стал на платформу учить людей. Ты не поведешь их дальше, чем сам. И там, где ты сам находишься. Ты не поведешь их дальше. Аполлос. Это начатки. А Бог хочет, чтобы люди спаслись. Это первая часть. А после спасения, если вы открестите со Христом, ищите горнего. Они могли познавать. Достигали познания истины. Это уже сфера познания. Но ты, Аполлос, стоишь на платформе, ты учишь людей. Это начатки. И Бог заинтересован использовать Аполлоса, потому что он красноречив. Он сведущий в Писаниях. И главное качество в этом – он горит духом. Он в дерзновении. Он действует в силе. Бог настолько заинтересован, что на определенном пути Аполлоса он посылает. Почему-то там оказался Акила и Прискила, будучи в апостольском даре. Они услышали, так и описано. Смотрите, он смело говорил в синагоге, потому что горел духом. Услышав его, Акила и Прискила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. Отточили. Они направили его дальше. Это сейчас важный момент, важный момент, который я хочу донести, чтобы мы могли услышать. Да, мы открыты к тому, чтобы искать горнего. Мы понимаем, что мы воскресли со Христом, что есть что-то большее. Мы родились свыше. Мы хотим дальше развиваться. Мы не хотим остаться при дороге. Мы не хотим застрять в яме. Мы хотим дальше развиваться. С чем это связано? Это связано, прежде всего, с тем, что мы горим. Мы горим. Мы в огне. Это очень важно, потому что, когда человек остывает, он входит в состояние теплое, обыденность, комфорт. Он не хочет из него потом вылазить. Это сложно. Сложно Богу направить людей, которые не горят, потому что у них нет аппетита больше расти. Все. Они только остались в начатках. Они остались в начатках. Что это за начатки? Я сейчас покажу. И Аполлос, что я вижу здесь, из-за того, что он горит духом, он открыт расти. Он не включил здесь гордость, потому что он был красноречивый. Он мог бы поговорить, дискуссию устроить. Кто здесь Акила и Прискила? Ведь он учил. Они слушали, они находились где-то, они были со стороны. Он был на кафедре. И написано, что они его позвали и приняли. И они точнее отточили и объяснили дальше ему путь Господен. И он был открыт к этому. Он принял это. Потом в текстах мы читаем больше об Аполлосе. Это состояние очень важное, потому что, когда ты горишь внутренне, не важно, как ты сведущий в Писаниях, не важно, какой у тебя дар красноречия, но когда ты горишь, ты открыт к самому Богу. И Бог способен направить тебя. Но когда ты не горишь, ты начинаешь дискуссировать. Потому я, например, совершенно нормально отношусь, когда люди начинают писать, и они начинают цепляться за что-то. Им главное как бы проявить себя. Я не преследую этого. Я хочу с вами развиваться. И я верю, что будет больше и больше людей, которые хотят расти, потому что Бог сможет посылать людей в нашу жизнь, которые будут нас вытягивать дальше. И вот здесь, когда написано, что Он учил, что такое новое? Это было крещение покаяния. Это только первая часть. Это крещение. Иисус, который был посылом, послан перед Иисусом, и Он проповедовал, приготовливая путь Господу. Каким образом? Изменяя образ людей, потому что покаяние обозначает изменить образ мышления. Поэтому все крещение покаяния было связано с прощением, осознанием, связано с тем, чтобы, другими словами, все вокруг греха, все вокруг нужды в самом Боге, все вокруг прощения, покаяния, все вокруг первой стороны креста. Мы нуждаемся в нем. Все. Ты осознаешь себя грешным. Тебе нужен Иисус. Тебе нужно изменить свой образ мышления. Тебе нужно прощение. И что для меня, что what's bothering me, что тревожит меня, это то, что большому сожалению многие верующие люди, они по сегодняшний день именно вокруг всего этого продолжают вращаться. они вот в этом состоянии. Я называю это яма. Это застряли при пути. Все вокруг. Уже давно спасены. 20 лет в церкви. Но все проповеди с кафедры не направлены, чтобы учить людей жить в самом Боге. основу вокруг греха, вокруг покаяния, вокруг прощения. Это все варится, 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 все годами вокруг этого. И люди настолько уже привыкли к этому, что это создало такие твердыни внутри, что когда ты начинаешь людей вести дальше, то они начинают сопротивляться с этим, начинают бороться с этим. Но это не вы боретесь. Это уже образ мышления внутри вас. ведет эту борьбу, потому что надо расширить вместимость. Нужно быть открытым, нужно гореть, нужно хотеть самого Бога дальше. Поэтому начатки пути это было Иоанново крещение, крещение покаяния. И оно все вокруг прощения. Все вокруг прощения. Но Иоанн говорил, что идет за мной сильнейший, который будет крестить. «Я крещу вас в покаянии, но идущий за мной» это 3 глава Матфея 11 стих, он говорит, «но идущий за мной, сильнее меня он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он будет крестить». Он будет крестить. это начало для того, чтобы мы могли приготовить себя для большего. То, куда мы будем погружены, во что мы будем погружены. Потому что слово «крещение» это погружение. если мы погрузились в покаянии для того, чтобы умереть с Иисусом, олицетворяя смерть Его, мы умираем для греховной жизни, то как раз, когда мы воскрешаем, поднимаемся из воды, мы воскресли для новой жизни. Но новая жизнь, она в Духе Святом. И теперь мы должны быть погружены в Дух Святой. Это важно. Потому что есть на это предназначение. Мне нравится, как описано в Матфеи в 3 главе, «Крестившись, в 16 стихе, крестившись Иисус, тот час вышел из воды. И на этом все не закончилось. И в этот момент открылись Ему небеса, когда мы крестились в крещении покаяния, над нами открылись небеса, но многие не захотели теперь туда обратить все внимание, то, что тебе принадлежит сейчас». О, я надеюсь, вы слышите, о чем я сейчас говорю. Иисус, крестившись, вышел из воды. И над ним открылись небеса. Все. Это теперь открыто для тебя. Начинается новая жизнь. И когда открылись небеса, сошел Дух Божий, Дух Святой в виде голубя. И там был голос с небес глаголющий, «Сей есть Сын Мой, Сын Мой, Который пришел с неба на землю, Сын Мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». Здесь больше, чем я хочу сказать. Я не буду сейчас здесь все объяснять, потому что здесь уникально, уникальные тексты, которые надо разбирать. Я хочу только самую главную мысль, которую я сегодня несу. Вот. Я извиняюсь, что если может кому-то кажется, что я растягиваю. Нет, я пытаюсь просто с нами тихонечко погрузиться. «Вышел из воды». Это первая часть. Открылись небеса. Сошел Дух Святой. Это тоже начало. Это все в начале происходит. После идет голос. Потому что, когда мы погружены в Дух Святой, теперь мы способны слышать голос. Этот голос, прежде всего, даст нам уразуметь определение, как видит нас Бог. Он видит тебя теперь Сыном. Ты родился свыше. Ты родился от Духа. Он видит тебя теперь Сыном. Своим Сыном. Следующий Он видит тебя возлюбленным. Иисус еще ничего не сделал на земле. Потому что, многие люди думают, что если мы будем что-то делать для Бога, то тогда Бог будет больше любить нас. Иисус еще не сделал ничего. Но Отец уже озвучил свою позицию, как Он видит Его. Он видит Его Сыном. Он видит Его возлюбленным. И третье на Нем благоволение Божие. Все, Бог на твоей стороне. Бог за тебя. Отец за тебя. И это три важных элемента осознания. Потому что это жизнь под открытыми небесами. Открылись неба. То есть над тобою открыты небеса. Это от тебя теперь зависит насколько ты захочешь туда обратить внимание. Искать горнего, небесного. Учиться жить сверху вниз. Все, сошел Дух Святой. Ты погружен в Него. Теперь ты слышишь голос Божий, который дает тебе определение, кто ты. Ты не раб. Ты не просто христианин. Понимаете, христианство, оно названо было людьми из Антиохии. Они просто говорили не насколько похожи, олицетворяли Христа, что они стали назвать их христианами, христоподобие. Все это здорово, все это важно. Но когда с тобою голос говорит голос Отца, все, у тебя доступ теперь, Духом Святым доступ к Отцу, Он тебя видит Сыном. Второе, ты возлюблен Им. Он тебя любит, не от дел твоих, а то, что ты Его Сын. Следующее, Его благоволение в твоей жизни, Он расположен к тебе, ты нравишься Ему, Он на твоей стороне. И теперь это только начало. Начало пути во Христе Иисусе. Начало пути, куда нас ведет дальше Бог, Отец. Знаете, для меня очень и очень, я повторяюсь, может, в этом, не обижайтесь на меня, не цепляйтесь за эти фразы, но то, что меня настораживает, это то, что мы лимитировали настолько понимание крещения Духом Святым, да-да-да, крещение Духом Святым. Мы лимитировали и писяетническое движение, харизматическое движение, лимитировали. Бог нас ведет дальше в познании, потому что многие лимитировали крещение Духом Святым только в рамках моления на иных языках, но моления на иных языках это знамение, но не образ жизни. Другие пошли дальше, конечно же, и моления на иных языках и дары, которые пришли с Духом Святым, это дары, это не Дух Святой, то это дары Духа Святого. Это личность, которая пришла с подарками, но подарки не олицетворяйте сейчас сущностью Духа Святого. Это его дары, а языки, иные языки, это знамения. Все это сопровождает, и все это предельно важно, но мы мы не не лимитировать сейчас все только вот в этом и там остановиться, мы не можем остановиться только тем, что мы крестились крещением покаяния у верового Иисуса, после этого открылись небеса, сошел Дух Святой, мы крещены Духом Святым и остановились там, понимаете, мы не пошли дальше, дальше не пошли, языки это знамения, дары Духа Святого, это подарки, но в Римлянной восьмой главе идет речь о жизни, не о дарах и не о знамениях, а о жизни, и вся глава, восьмая глава римлянам говорит о двух образах жизни, направлено к верующим людям, и там одни продолжают жить земным, другие живут сверху вниз, и он говорит, если живете по плоти, вы умрете, представляете, он верующим пишет, он пишет послание к кремлянам, если живете по плоти, но если вы живете по духу, значит есть жизнь в духе, жизнь, вот эта новая жизнь, которую теперь преподает нам Дух Святой, он нас учит, как жить сверху вниз, он реально теперь нас учит, 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 Дух Святой учит нас, и там выраженная фраза в 8 главе римляна, мы к ней привыкли, мы ее часто смотрим и рассматриваем только как в служении, и все водимые Духом Божьим, водимые, речь идет о пути, куда он нас ведет, он направляет нас, он нас вытягивает, это целая жизнь, и вот он говорит, вот эти люди, которые вводимые, которые позволяют Богу вести дальше Духом Святым, они и представляют суть, они суть сыны Божьи, они суть, не просто называются, да, я знаю, я сын Божий, но знать, что ты сын Божий и стать, быть сыном Божьим, это не одно и то же, знать, ты можешь знать на языке, но твоя жизнь никогда не была преображенная Духом Святым, захвачена Духом Святым, чтобы ты мог учиться жить в этом усыновлении, потому что он дал нам Духа усыновления, и Дух Святой теперь усыновляет нас, чтобы мы как сыны Божьи могли теперь жить в этом мире, но не от этого мира, все, мы не от этого мира, мы родились свыше, да, я был рожден физически в этом мире, но в момент моего рождения свыше, я больше не гражданин, то есть мое настоящее гражданство, оно теперь сверху вниз, и я нахожусь, вот Павел пишет, смотрите, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, мы воскресли с Ним, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, это то, что мы читали в Колосином, и дальше написано, что посадил на небесах во Христе Иисусе, если мы начали эту программу, и мы говорили о том, что если вы воскресли со Христом, и это уже произошло, вы родились свыше, ищите, ищите, над вами открыты небеса, начните искать этого, преследуйте, тянитесь, позвольте Духу Святому вести вас дальше, сошел Дух Святой на Иисуса, и вот там голос, 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 теперь в твоей жизни есть голос Божий, который начинает тебе давать определение, как Он тебя видит, ты Его Сын, и Он хочет вести тебя дальше, теперь все, мы, если там вот в Колосе нам написано, что ищите Горнева, где Христос сидит Одесную, Бога Отца, это позиция, это завершенная работа, то в Колосе, в Эфете нам Он говорит, что Он воскресил нас и посадил тоже в эту же позицию во Христе, в Нем мы находимся сейчас, вот мы уже соединены с Вечностью, мы в Нем, и теперь мы учимся жить сверху вниз, но для этого Бог дал нам Духа Святого, чтобы Дух Святой, в Которого мы погружены, чтобы это не звучало религиозно, чтобы это не звучало просто оцерковленно, чтобы мы могли осознать, что Он послал Дух Святой для того, чтобы теперь все, что Иисус учил о Царстве Божьем, потому что Иисус учил о том, что когда Дух Святой сойдет на вас, вот все, что Я вам преподал, приобретет силу, оно все оживет внутри вас, и это станет теперь вашим образом жизни, потому Иисус Он учил, 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 учил иной образ мышления, учил тому гражданству, которому принадлежит церковь, его дети, его сыновья, и Он говорит, что ждите обещанного, потому что когда сойдет Дух Святой, вы примите силу, и теперь все то, что Я внутрь вас влаживал словами, оно приобретет силу, и Дух Святой начнет теперь наставлять вас, эти слова оживут, Царство Божие оживет внутри вас, и вы начнете учиться жить воплоти, как был Иисус на земле воплоти, в этом мире, но не от этого мира. Я хочу суммировать быстро. Это послание ко всем людям, которые верующие. Мы не можем застрять, мы не можем остаться в яме, мы не можем ограничить себя этими твердынями. Бог не спас нас, чтоб мы просто сидели, Бог не спас нас, чтоб мы остались в начатках. Мы воскресли с Ним, открылись небеса, сошел Дух Святой. Есть крещение Иоаннова, крещение покаяния, есть крещение Иисуса, крещение Духом Святым. Дух Святой сошел с неба на землю для того, чтобы теперь нас, которые по праву являются гражданами неба. Он посадил нас во Христе Иисусе на небесах. Это наше гражданство. И теперь мы начинаем жить сверху вниз. Мы не, мы в этом мире, но не от этого мира, потому что теперь у нас есть миссия. И это миссия выполнить волю Божью на земле, как на небе. Чтобы выполнять волю здесь на земле, волю Божью, осуществлять волю Божью, как сыны. Все творение ожидает, когда откроются сыновья. Волю Божью на земле нам нужно ее познавать, потому что воля Божья здесь написана на земле как на небе, а на сверху вниз. И вот когда это Павел объясняет 12 главе Римлянам во 2 стихе он и призывает к тому, чтобы мы теперь не сообразовались этим веком. Нельзя отождествить себя. Вы не от этого мира. Нужно преобразиться обновлением ума. чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, годная и совершенная. Воля Божья здесь на земле. Теперь, когда ты начинаешь расти сверху вниз, ты растешь в предназначении. Ты начинаешь видеть то, кто ты в нем. Не потому, что тебе кто-то сказал, а потому, что у тебя есть отношение с Богом, и ты слышишь Его голос, и ты видишь себя как Сын Божий. Теперь, как Сын Божий, ты понимаешь, что у тебя миссия на этой земле, это предназначение, потому, что твое предназначение, оно пришло с неба на землю. И когда ты родился свыше, ты теперь начинаешь в этом возрастать, и теперь больше и больше осознавать свою миссию на земле, и что ты должен выполнить, ты растешь теперь сверху вниз. И мы сегодня, друзья, многие из нас, мы крещены Духом Святым для того, чтобы приготовить путь Господу, выполняя предназначение как церкви, так и каждого из нас индивидуально. Мы должны позволить Духу Святому учить нас, как мы теперь должны жить, а это связано с образом мышления. Знаете, когда в Иаиле написано о том, что Бог изолет от Духа Своего на всякую плоть, сыны будут пророчествовать, юноши будут видеть видения, старцы с наведениями вразумляемы будут, там нигде не говорится о дарах Духа Святого. Абсолютно. Там говорится об образе жизни, который человек, Божий человек, Сын Божий начинает проживать на земле. Он просвещен. Пророчествовать это провозглашать Слово Божие. То есть это образ жизни. Ты пророч, когда начинаешь свидетельствовать о песне, когда начинаешь нести Слово Бога в этот мир, в этом поколении, ты провозглашаешь Слово Божие, ты пророчествуешь всему тому, что происходит вокруг, потому что есть лжепророчество, которое мы слышим вокруг нас, и все тоже это пророчествует, провозглашается в видимом мире, как Голиаф, который был лжепророком. Он говорил, он был велик собою, и он лжепророк был, люди видели этого геанта, люди слышали, и находились в страхе. Вот, то, что мы видим, и то, что мы слышим, это тоже может пророчествовать, только лжепророчество. Но Давид, он видел по-другому, потом он начал говорить словами Бога, и это противоречило тому лжепророчеству. И когда ты начинаешь быть посланником сверху вниз, и когда ты начинаешь жить Царством Божьим, и ты начинаешь провозглашать истину, ты пророчествуешь, потому что ты видишь теперь не горизонтально, а сверху вниз. Ты видишь это по-другому. И почему это так важно, я сейчас закончу этим. И когда Библия говорит о том, что когда Бог изольет от Духа Святого и Дух Святой будет на этой земле, он здесь для того, чтобы мы могли жить по-другому. Это так важно, друзья мои, потому что сегодня столько ненужных сражений. понимаете, когда Павел пишет и говорит, что отныне мы не знаем никого по плоти, даже Иисуса мы больше не знаем по плоти. Это надо видеть по-другому, это надо жить в духе, потому что мы сегодня в основном видим по плоти здесь столько сражений, столько сражений. знаете, одно дело, когда люди, которые не знают Бога, они сражаются со всем видимым, как мы видим друг друга, расы, цвет кожи, я не знаю, разные взгляды, нации, все остальное, но церковь, новый человек во Христе Иисусе, который вообще не принадлежит этому миру, новый человек, который не от этого мира, он призван нести, пророчествовать в этот мир, новый человек, сыновья Божьи, они призваны пророчествовать в этот мир, они призваны людей направлять, они видят, видят видение, Библия говорит, Иисус говорит, 16, Иоанна, он говорит, что когда придет Дух Святой, он даже будущее возвесит, это образ жизни, ты видишь дальше, потому что видишь сверху низ, а сверху ты видишь целостность, последние тексты мы будем сейчас молиться, Матфея 13 главе 52 стих, я не могу зачитать все, потому что всю 13 главу нужно объяснять, я хочу выделить 52 стих, после всего учения, которое он преподавал, используя различные притчи, чтобы донести послание сверху вниз о Царстве Божьем, смотрите, какую мысль говорит Иисус, он же сказал им, поэтому всякий книжник, всякий книжник, это люди, люди, которые были очень грамотны, были книжники и фарисеи, книжники, это был кропотливый народ, который был пропитан знаниями, это были люди, ходячие энциклопедии, они столько знали, потому что все изучали, и потому Иисус говорит, всякий книжник, он не говорит здесь о фарисеях, он говорит о книжниках, наученный Царству Небесному, он должен быть кем-то научен, в этом роль Духа Святого и даров Иисуса, да, как Акила и Прискила, которые оказались вовремя и направили Аполоса дальше, наученный Царству Небесному подобен, сейчас следите внимательно, подобен Хозяину, не рабу, Хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое, первое, что говорит Иисус, новое и старое. Позвольте мне суммировать, потому что я много сегодня говорил текстов, много повторялся, позвольте суммировать. Иисус говорит, все, что люди выучили на земле, это не полная картина. Они знают информацию, которая горизонтальна. Вот здесь на земле множество книг, множество, множество, множество различной информации. Все это здорово. Я не против. Я не против этого. Но это все горизонтально. оно лимитировано. Есть что-то сверху вниз. Свет, сходящий с небес, чтобы просветить всякого человека. И вот Иисус говорит, что если книжник не наученный, а значит, куда еще, это книжник, он других учит. Если он не будет научен Царству Божьему, это жизнь сверху вниз. Он никогда не сможет быть хозяином. А это уже интересно. Потому что хозяин, он в позиции управления. Он управляет. Он управляет, потому что знает, что надо и когда надо. Это то, с чего началось все на земле. Когда Бог создал Адама и поместил его именно в позиции управления. Дал ему время. Потому что когда у тебя есть видение, и ты понимаешь, куда идешь, ты управляешь временем. тебе дана от Бога власть управлять временем. Да. Ты не можешь контролировать время. Да, ты не можешь контролировать время. Это в руках Бога. Но ты управляешь временем. Но когда у тебя нет видения, и ты застрял, тогда время тобою управляет. Это отдельная может фраза, которая требует больше времени. Но Иисус говорит, что когда книжник на земле, какая бы у него не была коллекция информации, если он не будет научен царству Божьему, он не сможет быть в позиции хозяина, чтобы выносить новое и старое. Что это значит? Что когда ты научен царству Божьему, ты видишь старое через новое, потому что все старое это тень, но ты видишь теперь прежде всего, ты выносишь новое, и можешь сопоставить старое, потому что когда ты видишь сверху, ты видишь всю концепцию, от начала до конца. Многие из вас вы знакомы, что вы когда на земле, вы далеко не можете увидеть, то есть вы не видите, вы видите только частично, это может быть только начаток, но когда ты подымаешься на самолете, я это часто переживаю, подымаешься на самолете, ничего там не изменилось внизу, внизу все осталось, но когда ты был внизу, ты был лимитирован видеть дальше, ты был лимитирован, у тебя границы, ты не способен охватить объем, ты лимитирован, но когда ты поднялся, все так же осталось, но ты поднялся, и когда ты поднялся над землей, теперь ты видишь сверху вниз, и у тебя есть целостность картины, ты можешь сверху увидеть один конец и другой конец одновременно, то, что ты не мог видеть, когда ты был внизу, все, ты не мог видеть, но когда ты поднялся и посмотрел сверху вниз, ты видишь, вот оно как, и когда ты видишь целостность, ты теперь можешь управлять, ты находишься в позиции управителя, это так важно, я хочу заканчивать здесь, потому что то, что я хочу дальше преподавать, я пойду быстрее, я буду брать разное направление, но это напрямую связано с тем, что я сейчас преподал или учу или говорю, потому что суть сегодняшнего эфира или программы это вызвать внутри нас жажду пойти дальше в познании, выйти из обыденного комфортного радиуса, вылазить из ямы, я верю, что Дух что-то удивительно поведет нас дальше, и мы будем захвачены вот этой концепцией и целостностью, потому что к большому сожалению, друзья мои, сегодня многие тексты писания мы тоже рассматриваем как книжники, горизонтально, мы многие книги в священных писаниях, мы их рассматриваем горизонтально, мы их не увидели сверху вниз, а чтобы увидеть сверху вниз, нам необходимо, реально необходимо, будут позволить Духу Святому повести нас в слова Иисуса, который есть им свет, просвещающий нас, повести нас в слова Иисуса, который есть им Бог, в котором вся истина, она в нем, благодать и истина сошла сверху вниз, и когда мы отдаемся под водительство Духа Святого, Он нас поведет не просто в физическом мире куда-то, это уже будет результат, Он нас поведет в глубину слов самого Иисуса, где Он сказал, если пребудете в словах моих, вы истинно мои ученики, это уникальный процесс, где Дух Святой начинает вести нас именно в тексты самого Иисуса, в слова самого Иисуса, в которых Он нас просвещает, потому что именно слова самого Иисуса, они были сверху вниз. Я никого не хочу запутать, я просто пытаюсь дать понимание. Дух Святой поведет на слова Иисуса, и мы сможем начать расти в этих словах, и видеть эти слова, и Он нас начинает направлять на стези правды ради имени Своего. И я хочу вот что сказать, что сегодня многие люди, даже уча, никого не хочу обидеть, я просто говорю как важный элемент, мы не можем учить о последнем времени, мы не можем учить многие тексты Писания, если мы не научены Царству Божьему, если прежде всего мы не ищем Царства Божьего, если прежде всего мы не ищем Горнего, потому что мы не сможем увидеть целостность концепции, и мы не сможем быть хозяином, управляя. Есть такое понимание, ты управляешь текстами Писания. Что это значит? Когда ты видишь и научен Царству Божьему, и твой разум обновлен, ты не будешь путать тексты Писания в пространствах времени. Что происходит, это когда люди, они начинают, они хватают Даниила, Езекииля, они хватают Псалмы, они хватают Откровения, и начинают все смешивать, потому что они это пытаются видеть горизонтально, и пытаются учить людей, и вместо того, чтобы освободить людей от страха, потому что когда мы усыновлены, мы больше не рабы страха, потому что мы сыны, мы в позиции управления, и мы теперь исполняем на земле волю Божью, а не просто ждем, когда что-то произойдет. Но для меня опасно тогда, когда люди начинают брать тексты Писания, не видя их сверху, через слова Иисуса, и они пытаются это все применить, через слова апостола Павла, через слова Даниила, и пытаются горизонтально, смешивая во временном пространстве, неправильно доносить тексты Писания, потому что и слова Даниила, слова Павла, слова, которые мы видим в Священных Писаниях, мы должны это все преломить через слова Иисуса и увидеть их через слова Иисуса, потому что Он в своих притчах, в своем послании, если Он свет, сходящий с небес, чтобы просветить всякого человека, это значит, что Он открыл все, то, что было сокрыто от создания мира. И мы теперь должны все тексты увидеть через слова самого Иисуса сверху вниз и могли увидеть их в правильной концепции. И тогда мы сможем вынести из сокровищницы новое и старое. Я обращаюсь сейчас к людям, ко всем, кто сейчас был со мной в эфире. Во-первых, пересмотрите, потому что я прям ощущал, что мне приходилось немножко прыгать в текстах. Я молюсь о том, что дальше мне будет легче многие вещи как бы в этом, в этой концепции преломить, чтобы они более были понятны. Но я хочу сказать одну важную вещь, которая описана в Луки. Я этим начал, я этим закончу, что когда после воскресения, после воскресения, после воскресения, где мы уже Иисуса не знаем по плоти, двое учеников Его шли в Имаус, к ним пристал Иисус, но они настолько были захвачены видимым, что неспособны были распознать и по дороге слышать голос самого Иисуса. Я этим начал. Очень страшно, когда после воскресения, когда мы уже покаялись, когда мы не способны уразуметь, когда с нами говорит Бог. это для меня это страшно. Они не давало им то, что их внимание было не на том, кто с ними шел, а то, что, видимо, в мире произошло. Оно больше захватило их внутренний мир и не давало им увидеть. Но когда там вся развязка произошла, вы многие знаете, мне нужно молиться заканчивать, 32 стих написано. Они сказали друг другу, не горело ли у нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание. Это удивительно, потому что, когда мы горим, Он обязательно будет вести нас дальше, Он обязательно будет изъяснять и направлять нас. Он начинал говорить им Писание, которое они читали и, может быть, знали. Но когда после воскресения Он начал им изъяснять, а это работа Духа Святого сейчас, чтобы мы не просто читали Священное Писание, чтобы мы не просто знали букву, чтобы мы не просто дискусировали, чтобы мы не просто были в начатках учения. Это все правильно, это все может звучать правильно, но мы не пошли дальше, потому что дальше, чтобы пойти, нужно, чтобы Дух Святой начал нам изъяснять все слова Иисуса. И вот здесь есть интересный фактор, на который я хочу обратить внимание, молиться сейчас с вами. Они говорят, что у нас горело сердце. Когда Он изъяснял нам тексты Писания, когда Он нам давал понимать эти тексты Писания, наше сердце горело. И когда Аполлос горел Духом, Бог послал Акилу и Прискилу как дар для того, чтобы направить Его дальше, хотя Он говорил правильно, но это было все начатки. Когда горело сердце этих учеников, Иисус, Он начал изъяснять им тексты Писания. И там ниже написано о том, что когда уже Иисус появился, там написано такое слово в 45 стихе, тогда отверз им ум к разумению Писания. Как это? это же не просто Он взял и руками что-то сделал. Открыл их разум. То есть, другими словами, оно было закрыто при всем том, что они слышали. Но произошел момент, когда Он открыл им эту вместимость. Что-то в Духе произошло, что-то произошло в Духовном мире, что открыло то, что часто не дает нам уразуметь. Иисус убрал это. Это в Духовном мире произошло. это произошло из-за того, что ученики были открыты к Нему. Их жизнь навсегда изменилась. Дальше мы видим, что у них началась новая жизнь в Духе, в Духе Святом. Сегодня я молюсь за всех нас, друзья мои, сегодня я молюсь за всех нас. Сегодня я молюсь за всех нас, за людей верующих. Бог, если вы горите духом, если вы горите внутри, Бог, я хочу, я хочу большего, Бог, я открыт к тебе, Бог, я хочу большего, я хочу расти, я нищий духом, я нуждаюсь в тебе. Если Бог увидит прямо сейчас этот огонь внутри вас, этот огонь внутри вас, я сражаюсь за это всегда, я сражаюсь за это всегда, я буду дальше учить то, что мне преломлено Духом Святым. Я верю, что Бог мне поможет потом в будущем донести вообще целую школу о последнем времени, где мы посмотрим это не горизонтально прыгая к Даниилу откровения, но мы посмотрим все сверху вниз через слова Иисуса. Мы будем научены Царству Божьему, и мы сможем быть хозяином, чтобы управлять. Это настолько сильно освободит поколение. Молитесь за меня, друзья. Я прошу, молитесь, потому что то, что Бог показал и то, что Бог открыл. Я это не заслужил. Я знаю, что это дар, но второе, я хочу гореть, я хочу, чтобы Бог мог направлять меня дальше, я мог расти. Я говорю, Бог, я просто буду голосом в этом поколении, я просто буду каналом, я просто это буду передавать людям, пусть они развиваются в этом, пусть они растут в этом. Вот, я поэтому всегда прошу, молитесь за меня, если Бог ложит ваше сердце молиться за меня, напишите, мы поставим вас в команду целую, люди, которые молятся постоянно за мою жизнь, за мою семью, и мне Бог сказал окружить себя, целой армией таких молитвенников, вот, и это то, что я чувствую сейчас озвучить, но если вы горите Духом, если вы горите реально Духом, скажите, Дух Святой, направь меня, прежде чем мы обращаемся к Духу Святому, направь меня, и Он будет направлять нас и персонально через тексты Писания просвещая, и через дары, которые будут наставлять нас, и очень часто, это знаете, как происходит, ко мне приходят люди и говорят, мне только Бог это говорил, мне было это открыто, и ты приходишь и начинаешь учить об этом, это и есть то, что когда тебе открывает Дух Святой и потом утверждает это, чтобы у тебя не было сомнения, чтобы ты не был двоящимся мыслями, поэтому тебе преломлено, и потом через дары Он утверждает, укореняет и утверждает то, что тебе открыто, поэтому здесь роль Духа Святого и даров Иисуса, поставленных именно направлять, потому если ты горишь сейчас, скажи, Дух Святой, открой мой разум к уразумению Писания, я не хочу слышать слова Иисуса и не разуметь их, прямо сейчас говорите, там, где вы есть, всякий слушающий слово о царстве и не разумеющий, а ведь это сам Иисус учил, ведь это сам Иисус преломливал, ведь Он же есть им, этот сеятель, Он говорит сам о себе, Боже, как это страшно, когда, когда сам Бог пристал, сам Бог появился сейчас в твоем сезоне и начинает говорить, как Он пристал к этим двоим ученикам, которые шли в Эмаус, и они Его не видели, они не распознали, они, они не распознали, не уразумели, не уразумели, Боже мой, как это страшно, когда сам Иисус начинает с нами разговаривать, когда сам Иисус направляет нас, когда на самом деле начинает Бог говорить, но мы не разумеем, потому что мы закрыты, мы захвачены земным, мы не захвачены небесным, мы не захвачены в том, чтобы Он мог нас учить, как жить теперь не от этого мира, как новый человек, как люди, родившись свыше. Боже, я молюсь сейчас абсолютно за каждого, кто сейчас онлайн, я молюсь сейчас за каждого, который именно собирается в этих эфирах для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы расти, чтобы эта программа, ключи разумения на самом деле, на самом деле могли быть по сути таковые, чтобы ты мог открывать то, что было закрыто раньше, но прежде всего, прежде чем ты позволишь мне учить дальше, прежде чем мы пойдем расти, развиваться, Боже, я прошу Тебя, чтобы в этой программе те люди, которые горят, которые хотят, чтобы ты разъяснил и объяснил тексты Писания, Боже, я молюсь о том, чтобы ты Духом Святым сейчас сделал работу внутри, которую не может сделать человек, это не по силе человеку, только ты можешь открыть разум к уразумению Писания, Бог, я знаю, что ты открываешь эти тайны Царства Божьего не всем, но именно твоим ученикам, это люди, которые хотят следовать именно за Тобою, это люди преданы самому Тебе, это не Иоанновы ученики, это ученики самого Иисуса, это не ученики Фарисеев или Саддукеев, это ученики самого Иисуса, и это не Иоанновы ученики, потому что были ученики у Иоанна, и это только начаток. Нет, мы должны перейти от Иоаннова учеников к Иисусу. Поэтому Иоанн абсолютно свободно направил своих учеников к Иисусу. Это важно, когда мы переходим от учеников, где мы были в сфере покаяния, прощения и перешли в то, чтобы быть учениками Иисуса, понимая учение Царства Божьего. Бог, я молюсь сейчас за каждого. Все, кто онлайн, просто притяните свою руку. Пусть это будет тоже знамением, когда вы протягиваете свои руки к экрану сейчас. Вы наклоняете свое сердце. Вы просто наклоняете свое сердце и говорите, Бог, я нищий духом. Ты сказал, что нищие духом. Ибо ваше есть Царство Божие. Дух Святой, я прошу сейчас захвати каждого, кто в этом эфире. И кто будет смотреть потом это в записи. Прям захвати их. Я молюсь о том, чтобы в сфере Духа произошла работа, которую не может сделать человек. чтобы ты прямо сейчас помазанием открыл. Дух Святой помазанием своим открыл разум к уразумению Писания, чтобы люди вышли из этой ямы. Чтобы люди вышли из состояния придорожного. Чтобы Господь Бог мой, ты мог направить дальше и повести нас. чтобы мы могли на самом деле как сыновья твои исполнить твою волю здесь на земле, как и на небе. Поэтому освобождай людей для себя, чтобы их жизнь не была вокруг зависимости. Освобождай людей от болезней, чтобы их жизнь не была вокруг болезни. Освобождай людей от нищеты, чтобы их жизнь не вращалась вокруг нищеты. Молитесь со мной сейчас. Бог открой мой разум к уразумению Писания и пусть истина твоя освободит меня. Освободи меня. Освободи меня для себя. Захвати всю мою жизнь. Исцели меня для себя, чтобы болезнь не забрала мое внимание. Освободи меня для себя, чтобы зависимости не забрали мое внимание. Освободи меня от нищеты, чтобы нищета, она не была внутри моего внимания, чтобы я не был сконцентрирован на этом, но полностью был захвачен тобою. Я хочу искать горнего. Я хочу понимать позицию, в которой я нахожусь. Я хочу понимать, как происходит рост сверху теперь. Как я развиваюсь, как я развиваюсь в призвании, в сыновстве, как я расту сейчас, Отец, в воле Твоей во имя Иисуса Христа. Всякий нечистый дух, который удерживал людей, который отвлекал их, я изгоняю тебя вон во имя Иисуса Христа. Сатана, убирайся вон. Потому что Иисус сказал, когда проповедуется слово царствия, и люди не разумеют, приходят лукавые и подхищают то, что сеялось. Поэтому во имя Иисуса всякий нечистый дух, убирайся прямо сейчас. Я запрещаю тебе прикасаться к людям, которым сеется это слово сейчас во имя Иисуса. Молитесь на языках, молитесь духом там, где вы сейчас. Лукавый это враждующий с Божьим. Это сатана. Убирайся вон от людей Божьих. Ты больше не будешь держать их в рабстве. Ты больше не будешь держать их в неведении. Именем Иисуса Христа, силою Духа Святого и помазанием Которого на моей жизни. Я освобождаю этих людей именем Иисуса Христа именно от рабства, духа нищеты внутри. во имя Иисуса Христа. Пусть эти цепи рухнут прямо сейчас. Пусть эти цепи рухнут прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, они твои. Захвати их собою. Я прошу, ты видишь их жажду, ты видишь их огонь, поведи дальше, поведи меня дальше, Дух Святой. Я жажду тебя, я жажду тебя, я жажду тебя, я хочу расти вместе с братьями и сестрами. Поэтому, Дух Святой, этот эфир сейчас закончится, но твоя работа не закончится, все только начинается. Я благословляю сейчас каждого. Я молюсь за их семьи, за их взаимоотношения, я молюсь о том, чтобы их образ мышления обновлялся, я молюсь о том, чтобы больше и больше людей, их захватила жизнь в Духе, они не жили по плоти. Во имя Иисуса Христа. Бог, я верю, что поднимется множество людей, которые начнут видеть, они не будут слепые. Я особенно молюсь за лидеров и пастырей, служителей, пророков, апостолов, евангелистов и учителей, потому что это позиция управления. Я молюсь о том, чтобы каждый из этих даров он видел, он был научен Царству Божьему и он мог видеть сверху вниз. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас. Друзья мои, я также хочу помолиться за партнеров, которые суппортируют это служение, которые финансово помогают служению Flame of Fire. Вы финансово причастны к этому помазанию, вы финансово причастны к этой работе. Я очень благодарю всех партнеров, потому что это было у Иисуса. Его миссия была, чтобы проповедовать Царство Божие. После этого он исцелял больных, изгонял бесов. И эта вся концепция, я буду дальше ее разлаживать, это то, чем я захвачен. Прежде всего проповедовать Царство Божие, учить людей и потом освобождать, молиться за исцеление и чтобы люди могли исполнить свое предназначение на этой земле. Это мой дар, это то, к чему Бог помазал меня. И у Иисуса были люди, которые служили своим имением. Он их позволил, он окружил себя такими людьми. Это 8 глава Луки, можно сами прочитать. И Бог мне положил в сердце от самого начала, чтобы я этим делился, а он работает сердцами людей. Есть люди, которые молитвой служат для того, чтобы все намерения, замыслы дьявола в моей жизни были разрушены, потому что я не живу для себя, я предан Богу, я хочу быть даром для этого поколения, я хочу учить людей, быть каналом, и для того, чтобы Бог мог взращивать целое поколение. Есть люди, которые молятся за меня, если Бог ложит вам молиться за меня, пожалуйста, и за мою семью, напишите в личку. И также есть люди, которые финансово они суппортируют, чтобы вся эта работа как можно сильнее была расширена, и мы могли совершить все то, что Бог предназначил для нас. Я благодарен Богу за всех партнеров, я реально благодарю Бога за каждого, кто сеет свои финансы. Я молюсь сейчас за вас. Мы вместе в этой миссии, мы вместе осуществляем эту работу, мы вместе награду пожинать будем, мы вместе будем радоваться с тысячами, тысячами и миллионов людей измененных, мы будем радоваться вместе, мы часть этого. Бог, я благодарю тебя за каждого партнера, который сеет свои финансы, я благословляю сейчас каждого человека, который сеет финансы в это служение. Бог, ты знаешь, что это не мое служение, это твое служение. Я точно так часть этого. Мы вместе совершаем эту миссию, поэтому я благословляю каждого, кто жертвует свои финансы. Только ты можешь расположить сердце, этого не может сделать человек, потому что я отказываюсь от манипуляции, я отказываюсь для того, чтобы это делать не по вере. Я молюсь о том, чтобы ты располагал сердца людей, которые открыты становятся частью этой работы, частью этой миссии и разделять эту награду во имя Иисуса Христа. Воздаем по богатству своему, чтобы они ни в чем не имели нужды. Я благословляю их во имя Иисуса. Поэтому также, если Бог будет располагать вас, становиться партнером, ссылка в описании, выйдите, зарегистрируйтесь, любая сумма, она играет большую роль во всей этой миссии. Мы идем в страны, в города, и мы распространяем Иван для царства, снаряжая людей в призвании приготовить путь Богу. Благословляю вас, люблю вас, и в следующую среду мы встречаемся здесь. Будет интересно и жарко, потому что мы оттолкнемся и пойдем уже быстрее, и мы пойдем в интересные сферы, которые мы рассмотрим их, может быть, совершенно по-другому, чем вы слышали раньше. Тексты откроются по-другому, вы будете видеть по-другому, расширится мышление. Я верю, что мы усилимся и будем действовать во имя Иисуса Христа. Люблю вас, до встречи.